Всем привет, с вами Хамстердет, и я вас приветствую на своем канале. И сегодня мы будем проходить с вами вот такую вот игру, которая называется Advent Racing. Канал у нас вроде как пятого года. И начал я без всяких вступительных роликов, потому что херня не хочет записывать ролик и обрывать. И поэтому мы не будем нахуй так убрать сразу от геймплея. Вот так, необычный пацан начинается играть на шаттле на вот такую вот станцию. Это лейтенант Гавен Блэк из службы безопасности Лориума. Начинаем широкополосное сканирование вашего бортового навигационного компьютера. Пожалуйста, настройте компьютер на прием и прекратите болтовлен. Ой, вон, я знаю складку. Участник разговора бюст кош下 тыщи, баш вам. Знаешь, я даже немного скучаю по войне. Ну, наконец-то ты нашел, док. Получи пирожок. Я надеюсь, что сейчас меня, блядь, после этого интро меня не выкинет нахер, блядь. Неведомая какая-то херня, блядь. То же самое, что со Скайримом. Как только начинаю, блядь, записывать, как и обещал, блядь, он... Всякая херня начинает твориться, дико. Да, конечно, даже качество интро у нас не актив. Стим, игра пятого года, используешь восьмой директ. У меня у нас все нормально. Он даже показывает, куда идти. Эту игру я, наверное, раз десять в свое время проходил. Так, так, там. И решил, какие вместе с вами. Аж главный герой это пилот. Как вы поняли. Этот хер, это наш брат. Привет, братишка. Чего ты так долго? Питом. Может, выпьем? Почему? Потому что ты глуп и страшен. И напоить единственное, что я могу для тебя сделать. Чего заказываешь? Что-нибудь освежающее. Необычное и крепкое. Так вам необычное или покрепче? И то, и то. Мне покрепче. У нас впереди долгий полет. Не могу поверить, что они специально ждали меня. Они не ждали. Просто потребовалось три дня на то, чтобы сбросить им всю библиотеку. Что? У них есть компьютер, переводчик. И чтобы он обучился нашему языку, мы передали им все, что когда-либо было на нем написано. Чего? А разве это не опасно? Ведь это может раскрыть наш уровень технологий. Их технологии так превосходят наши, что это не имеет значения. Если они захотят нас уничтожить, мы их не остановим. А что насчет нас? Нас возьмут на борт инопланетного корабля? Пусть только попробуют не пустить нас на первый корабль чужих, посетивший Думею. Если только легенды о том, что Де Геор был уничтожен, инопланетянами не врут. Такой планеты никогда не существовало, так что мы происходим не с Де Геором. Зря они так будут. Молодец. Не поперхнулся. Так здорово, ведь что-то, что не было отфильтрованной с пенализацией. А на чем, по-твоему, растут все эти аппетитные фрукты? О, я агрошкольник. О, прошу прощения. Не ты ли один из подхалимов, получающих медали за здорово живешь? По-моему, он нарывается. Именно. Покажи, на что ты способен. Гидеон, второй пилот делегации по установлению контакта с чужими не может начинать драку. Ты уверен в этом? Абсолютно. Держите верх над десантниками, выделите врага с помощью колесико вверх и вниз, атакуйте его с помощью... Не дай ему подняться! И правило, что мы можем... Похуели, что... Похуели, что это? Ну ладно. А теперь двое. Эти бокалы дорогие. Я думаю, на одного занимаюсь. Только не одну. Не сложно, конечно, было. Но это только пока что. Гидеон Вайт. И чем же ты занят? Оливия, я помогаю парням отрабатывать приемы. Ты запачкал себе весь костюм. Эти ребята не могут мне заляпать все своей кровью. Это уж слишком. Теперь они заляпали и мой костюм. Прошу прощения, но вы мешаете мне его прикончить. Оу, это было больно. О, прошу прощения, не буду вам мешать. Это было очень больно. Ты просто не умеешь с ними обращаться. Пришла тёлка и, блядь, дала себе бенду. Да, ну, блядь, что-то я вам говорю, что с пятым годом было не так. Я сделала тебе больно. Вы ведёте себя так глупо. Ввязывайтесь в драку перед самым ответственным вылетом за всю историю. Через 10 минут ты должен быть на предполётном инструктаже, а ты навестил свою невесту? Нет. Вместо этого ты заигрывал с толпой вояк. Оливия, но это же не значит, что я люблю тебя меньше. Он сделал это ради тебя. Что? Они меня оскорбили? Ничего личного. Он просто хотел выпендриться. И я всё ещё зла на тебя. Зайди ко мне в лабораторию после инструктажа. Обязательно. У меня ещё есть парочка дел перед самым инструктажем. Но мы встретимся на тренировке. Да, в каком качестве игры лучше, чем качество этих Индра, блядь? Чё ж сделаешь? Сюда, сэр. Как скажете, как скажете. Сюда, сэр. Открывайте двери. Капитан Вайт, ваш брат ещё не подошёл. Мне сказали вас пока проинструктировать насчёт использования оружия. Но я уже проходил тренировку. Вы также учились рукопашному бою. Но, похоже, вы уже многое подзабыли. Начнём с проверки координации движений. Да, я знаю, что это совсем простое. Но вы должны её пройти, прежде чем приступите к более сложному. Или более интересному. Значит так, капитан. Мне надо откалибровать прохи лицер. Пожалуйста, выжить оружие на карте и загадает пункты. Здесь нам предлагают покрутить колёсико мышкой, чтобы... Отлично. Теперь вы должны стрелять по голограммам, соответствующим по цвету загорающимся огонькам. Видите красный огонёк, стреляйте по красному и так далее и тому подобное. Если вы с этим не справитесь, то придётся оставить вас без ужина. Не велика проблема. Для переключения между противниками используйте мышку вверх и вниз. Колёсико мышки. Дальше. Отлично. Капитан. Самое сложное. Прошли. Кстати, вас ждут в тренировочном зале. Проходите в лифт, чтобы попасть туда. Давай, открывай. Добро пожаловать в голографический тренировочный зал станции Луни. Здесь вам будут противостоять голографические противники, запрограммированные на бой в городской среде. У них будут боевые патроны. Монючие пилоты. Посмотреть бы, какие из вас пробрецы, если вас сбросит в самый гущий бой. Что бас? В случае опасности для здоровья, они ведут вам нано-ботов, которые быстро вас вылечат. Это поможет нам избежать расходов на ваши похороны. Тренировка начинается. Проходите в любую из дверей и вооружайтесь. Они сейчас откроются. Взять голограммы меня могут нахлубить. Нажмите R для перезарядки оружия. Нажмите R для атаки рукопашную. Нажмите Space, чтобы прыгнуть. Чтобы уклониться, нажмите Shift и время движения. Уклоняйте с помощью двойного нажатия. Включается и выключается меню настроек. Нажмите C, чтобы прыгнуться или выпрыгнуться. Если прыгнуться, то аж точно случается. Если бросить гранат на G, для переключения в альтернативный режим, нажмите 1, до левого и 2. Для правого оружия это то есть. У оружия есть две стороны, я их называю... Мау, это стандартный пистолет военного образца, но не пользуется патрон. Люблю больше черт. Но не на всех, не на всем. Панель на стене электричества, который нам используется для поднятия. Зажмите на уходе, атакуй здесь, атакуй здесь, атакуй здесь. Капитан Вайд, пожалуйста. Я посылаю еще одну группу плохих цифровых парней, более жесткими настройками. Капитан, у вас есть поклонники. Укроются несколько десантников, которые хотят помериться с вами силами. Похоже успеют делать спереди, в этом паре. Как закончится считать, пароль? Возвращайтесь в дамбу и готовьтесь к настоящему городу. Да, готов. Уже. Теперь, когда вы закончили играть в игры, начнем настоящую тренировку. Бат с друзьями поменялись другим отрядом, только чтобы сыграть против вас. Это будет бой против настоящих противников. Ваше оружие будет заменено на парализаторы, но риск получить травму все же остается. Так что будьте осторожны и не увлекайтесь. Учтите, что если вы проиграете, то они вас ославят на всю станцию. Привет, братишка. Капитан Уайт и команда на месте. Если я не ошибаюсь, то я вас поздравляю в своих братах. У нас озвучка была пораньше, чем он приехал. Пожалуйста, пожаловать, сэр. Для нас такая честь, что вы здесь. Вы присоединитесь к вашему брату в тренировке? А как же. Отлично, сэр. Пожалуйста, возьмите парализаторы и проследуйте на полигон. Давайте посмотрим, чего стоят эти упыри из бара. Так, парализаторы это уки. Так, параллельно. 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 крысы с тоннами корабля все было подстроено как в любом наверное не случайно то что я офицер а ты нет меня просто нашнет от офицеришек вроде тебя которые не ценят простых солдат делающих за вас всю работу бери пистолет не сейчас бат пушка хватай пушку пушка хватай пушку давайте вот парализатор попробуем на парализаторе ебать еще кривое надо собака у меня блять нет чудо баги всем бросить оружие и оставаться на месте зачем ты его убил твой друг стрелял на поражение если ты не хотел его смешать почему ты его не оглушил ты поступил правильно гидон он бы от тебя так просто не отстал он мертв мы уже посмотрели записи случай оправданной самообороны он начал драку с бадом в паре мы видели записи и знаем кто начал первым проваливай если не хочешь чтобы тебя арестовали ну тут вот все таки они не правы спецназовца всем не правы пойти за этаном в ангар и сесть в корабль ну что ж давайте сядем в корабль так если я не ошибаюсь нам откуда это не сюда или нет или да нет я ошибся я ошибся не то что нам сюда это точно давай братец открывай нам дверь не ня 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 блин двигайся ты быстрее так что это сонная муха так отлично а вот наш корабль корабль наш но увы на нем мы никуда не улетаем всего лишь встречаем посла если я не ошибаюсь по местам уходите посол лендвилл боже мой благодарю моё пойми кто блять мои люди все держат под контролем но не известно что нас там ждет я хочу чтобы вы были хорошо вооружены возьмите эти бластеры хотя это прототип но он уже прекрасно себя проявил если что-то пойдет не так наша задача защитить посла вы же должны будете бежать кораблю и готовить его к отлету так точно капитал так точно капитал так точно капитал так точно аппетит то есть в чем то эта станция похожа на велизиум я не смотрел фильм А, очку идти. Тонтажа. Жесть. Вот ее посадочная площадка. Субтитры создавал DimaTorzok Скорее всего, она предлагает выпить или что-то сделать. Давай ты. Тобой можно пожертвовать. Спасибо. Гедеон, когда был маленьким, тоже совал себе в ухо всякое. А, это неприятно. Оно пускает корни. Ты меня понимаешь? Да, понимаю. Что она говорит? Это универсальный переводчик. Это безболезненно. Да, сука, очкуем, блядь. Мы просто в шлеме. Как он будет запихивать ее, блядь? Приготовьтесь, братья и сестры. Сейчас мы узрим то, что так долго искали. Славные люди, умоляю вас, проходите и чувствуйте себя, как дома. Наш народ начал искать вас множество поколений назад. Много тысячелетий. Славные люди, выжившие. Во мне были зерна сомнения, но ты, Келем, оказался прав. Это люди. Пожалуйста, не вставайте перед нами на колени. Не надо. Мы надеялись спасти вас от охотников, но не успели. Охотников? Тех, кто в древности уничтожил ваш родной мышь. Мы думали, что наш полет оставался в тайне. Но когда мы приняли ваш сигнал, кто-то с нашего корабля выпустил капсулу с посланием. Они скоро придут и в этот раз не оставят в живых никого. Сколько у нас времени? Два дня. Может быть, меньше. Два дня? Что мы можем сделать за два дня? Вы все погибнете. Это ужасно. Каким оружием они пользуются? Они кидают камни. Камни? Они кидаются камнями? Астероидами. Зачем же вы пришли, если ничего нельзя сделать? Гидеон, ты не посол. Зачем же вы пришли, если ничего нельзя сделать? Аурелианцы престижены тем, что обрекли славных людей на такое счастье. Искали, чтобы вы их уничтожили. Черт. Охуенная ловенька. Как? Как мы можем уцелеть? Обещаю, что мы сделаем все, чтобы помочь оставшимся в живых. В целом, все оказалось не так уж плохо. За исключением того, что люди обречены. Все вели себя вежливо и очень сожалели о том, что мы из-за них погибнем. Мы еще живы, и у нас есть оружие. Наши корабли достаточно мощные, чтобы разнести небольшой астероид. Это лучше, чем ничего. Это и есть ничего. Послушай, мы не сдадимся без боя. Ну, посмотрим, что получится из-за того, когда... Да потеряют дорогу все ваши враги. Если кто-нибудь уцелеет, это будет огромной победой. Да, не месим. Так восхищают цунами. Ну, блядь, сделают. Ничего не могут сделать, чтобы нас не уничтожили. Что за... Опачки. Походу дела охотят. Быстро для двух дней. Пора убираться с корабля. Стой! Они уничтожают спасательные катулы. Так что мы с тем же успехом можем остаться здесь. Слишком плохая цель, и половина маневровых двигателей сгорела. Это будет ужасная посадка. Ты эксперт по таким посадкам. Заводи наснутый. Нахуй я. Как это? У вас сердце попало. На, нахуй. Сам сказал бы. Бля, эта бабка еще жива, что ли? Как ты? Почему мне так не сдохнет? Сердце бьется, но правое колено меня не держит. Понятно. Давай-ка. Это была самая ужасная посадка в моей жизни. По-моему, фиг, узеляш, блядь, они проебашили носом. По идее, они вообще, блядь, скончаться должны. Что нам даст, если мы доставим в посланной думе, то мы не уже поняли, что мы вызвали. Думаю, что пока мы им все не расскажем, да, них не найдет. Даже вот у нас снаружи, которое в руках, самое мощное из всех. Почти. Он достаточно ахилен. Но патронов на него, потому что бить нигде нет. Дай мне свою пушку. Ты в своем уме? Дать оружие калеке? Послушай, я стреляю лучше, а ты занят, поддерживая меня. Когда-нибудь ты в меня поверишь. Что за... Давай же, быстрее! Он не сказал, что он не верит в тебя. Просто попросил оружие. Корану, бери. Красавцы. Полный птили. Полный хуй пойми, кто бит кинтал. Смотри, что я не мечтаю, я не мечтаю, что я не мечтаю. Ты же только что запер там всех наедине с охотниками. А сколько из них, по-твоему, выбрались бы оттуда живьем? Пол проломлен. Нам придется спуститься вниз. Хорошо, что твоя нога хоть немного действует. Иначе нам пришлось бы совсем туго. Давайте вести брата. Ну ладно. Давайте вести брата. Бля, бежало столько людей, бля. Куда они все тут делись? Куда они так целеустремленно бежали? Даже бежать-то не хуй. Что такое? Что происходит? А, да как такое? Вообще молился, блядь. Наверное, пол латает. Блядь. Не останавливайся. Хуй, емал, плеч. Коленка. Боже, что там. Ладно. Блядь, где все защиты? Где все, блядь, люди? Где все, блядь, люди? О, мать же. Где уходится? Мать как, блядь. Нам надо быстрее добраться до спасательных капсул. Капсул. Не останавливайся. Что это за спарень? Придюблю. Нет. Придюблю. Девушки отдыхают. Помоги нам! А, поломай! Тебе урона? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Должен этапультироваться Не глупи, я не уверен, что эти ребята позаботятся о капсуле для тебя Быстрее! Пожелай мне удачи Постой, тебе это нужнее Найди Оливию и возвращайся быстрее Оставь меня и иди за ней, это приказ Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Играет музыка. С третьего уровня открывается тёмная сторона. Гравитация отключена. Гравитация будет восстановлена через пять. Играет музыка. Играет музыка. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да вот так вот, блядь Басайся, если можешь А нас так мало Блядь 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok